Перед началом обзора советую ознакомиться с плейлистами этого канала, а также посмотреть плейлист фундамент цокольный этаж от А до Я, так как этот плейлист снимается мини-сериал. Вот этот обзор это продолжение этого сериала. Советую вам посмотреть, чтобы не задавать лишних вопросов. В этом обзоре я с вами поделюсь опытом, как сэкономить деньги и время на инженерных коммуникациях на этапе строительства. К инженерным коммуникациям относятся отопление, водоснабжение, электрика, телефон, интернет, домофон, заземление и, разумеется, вентиляция. А еще для тех, кто не знает, скажу, что в доме еще нужна приточная вентиляция. Так что не забудьте ее также запроектировать. Все эти работы обязательно надо сделать до возведения стен цокольного этажа, так как потом придется вам их долбить. Если вентиляцию делать, то надо прикладывать трубы к стене и опять обкладывать кирпичом. Это опять лишний материал, опять лишняя работа. С электрикой тоже все понятно, там штробить стены надо, закладывать, укладывать, высверливать. Лучше это все сделать сразу. Затраты, к примеру, на вентиляцию это простая канализационная труба. Работа стоит вообще нисколько. Просто их надо завязать между арматурой. Вот и все. Все это надо сделать до установки опалки. Ну что, поехали. В этом обзоре пойдет речь о вентиляции. Темным-синим показана труба приточной вентиляции. Как она будет проходить. Для нее мы заложили только футляры. Трубы самой в стенах нету. Пунктиром показано дополнительно, если не хватит приточной вентиляции, как можно дополнительно заложить еще одну трубу приточной вентиляции. И где она будет выходить. Светло-синими стрелками показано уже движение воздуха в помещениях. В сером помещении снизу будет своя приточно-вентиляция. Остальная это будет дом. Через лестничный марш будет воздух поступать на первый и на второй этаж. По цифре 1 сейчас на экране будет показан узел. Для вентиляции применили трубу 110 миллиметров канализационная с отводом на 90 градусов. Также была применена заглушка, которая потом вытащена. Вот так выглядит уже готовая стенка. Так что экономия денежных средств на лицо. А также вам не надо потом долбить. Где-то к стенке их пристраивать. Потом ГВЛ там заделывать. Потери площадей. Смысл лучше сделать сразу. Высота от потолка примерно 28 миллиметров взята. 28 сантиметров. Ошибся. Вот показано на видео. Толщина стены, где будет у вас проходить вентиляция, должна быть минимум 200 миллиметров. Иначе если вы сделаете тоньше, то вы туда просто трубу не поместите. Плюс еще должен быть защитный слой какой-то. Вот так выглядит уже выход через будущую плиту перекрытия на первом этаже. Таким же способом сделана вентиляция в котельной. Только единственная асбицементную трубу для котла и дымохода мы добавили после того, как установили опалку. Так как она очень тяжелая и закрепить просто в арматуре тяжело. Один щит сняли. Поставили трубу и опять этот щит вернули на место. Теперь почему в котельной три трубы вентиляции по 110 миллиметров. Так как объем котельной будет составлять практически 42 куба, для этого нужен диаметр трубы вентиляции 280 миллиметров. Ну, 280 миллиметров трубы не было. Составили из трех канализационных труб получился у нас 330 миллиметров, даже с запасом. Чтобы узнать, какой диаметр трубы на вентиляцию вам нужен, читайте снипы или обратитесь к тем, кто у вас в регионе занимается газификацией домов. Они вам все нормы, снипы, все расскажут. Далее все эти трубы наращиваем, пока не выйдем на крышу, на чердак. И по пути у нас на каждом этаже будут прибавляться еще трубы. Эти трубы нельзя соединять с этими. То есть каждая труба должна быть отдельная. Вот так это будет выглядеть уже на плите перепрытия чердака. Теперь поговорим про футляры, которые будут служить нам приточной вентиляцией. На плане, на плане, сейчас появится план, они обозначены цифркой 2. Вот здесь они у нас будут размещены. Эти футляры в дальнейшем будут удаляться и туда уже будет вставляться полноценная труба. Так как снаружи будет утеплитель, нам как-то через него надо пройти. Эти футляры делаем более большего диаметра, чем 110. Лучше всех, конечно, заложить 160-ю трубу диаметром конвенционную. В нее потом вставляем другую трубу, запениваем все. У нас стенки трубы при подаче холодного воздуха не соприкасаются со стеной фундамента или здания. Вот так у нас эти вентиляционные трубы выглядят снаружи, здесь будет еще утеплитель и лишний отрезается. Я думаю понятно для чего нужно там вставлять их трубу в трубу, потому что, грубо говоря, нам надо первое ее вытащить через утеплитель, второе это надо нам в трубу дальше вставлять другую трубу для подачи воздуха внутрь помещения. В общем собираем как канализацию. на плане темно-синими стрелками показано где у нас будет труба подачи воздуха внутрь помещения. Внутренние футляры внутри дома сделаны все правильно из трубы 160 миллиметров. Вот так надо делать и наружнее. на плане показано цифры 3, где будет проходить приточная вентиляция. Единственная ошибка цифра 3, которая правее, там просто стоит 110 труба. Вот фотография ее. Это просто вентиляция между комнатами. Система вентиляции в этом доме работать будет естественным путем за счет перепада давления между верхней точкой и нижней точкой. Верхняя точка это у нас второй этаж, первый этаж. Нижняя точка это подача через стену цокольного этажа. Если мы сделаем подачу через эти вентиляционные отверстия, которые находятся в стенах первого этажа, то у нас будет образовываться конденсат, так как они будут являться приточной вентиляцией. Да и работать такая система будет намного хуже, так как у них вход и выход находятся на одном уровне, то есть на крыше. А вот такая система имеет место жить на этом объекте. Первое. Подсос воздуха идет снизу. Второе. Мы когда собирать будем воздуховод, мы его будем делать со слабеньким подъемом на 1 метр 1 сантиметр. И, грубо говоря, весь конденсат у нас будет или выливаться на улицу, или мы в помещении, грубо говоря, где, например, на этом объекте там погреб, сделаем тройник, канализационная труба на 50 вниз идет. И туда будет скапливаться конденсат, ведерко, канистра, канализацию, куда угодно. Так что, когда здесь закладки футляров делались на этом объекте, чем дальше от входа в стене этот футляр, тем каждый выше, выше и выше, там, ну, на 1 метр 1 сантиметр. Это вот надо рассчитать, чтобы они не были на одном уровне, иначе у вас просто будет этот конденсат стоять в трубе. Еще хочу добавить, что такая система вентиляции работает хорошо в каменных домах. В домах из газобетона, каркасных домах, деревянных домах, она, грубо говоря, работает очень плохо. Там надо все-таки ставить рекуператор. Но это мое личное мнение. Может, я ошибаюсь. На этом я заканчиваю. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, делитесь ссылками. Ссылки на другие обзоры в описании под видео. Если вам интересен посмотреть план цокольного этажа, зайдите на канал, найдете эту ссылочку. Спасибо. До свидания.